скажите пожалуйста здесь именно на европейских картах да то есть ближневосточные не отражены вашему нет дело в том чтобы чтобы заниматься ближневосточными картами я можем начале говорил нужны специалисты которые владеют чагатайским языком владеют фарси арабским пушту гуду другими языками да почему потому что они написаны на арабской графике а это требует знаете ли не то чтобы один человек поехал исследовал это требует целой группы исследователей ну представьте группа исследователя должна на что-то выезжать где-то должна жить то есть командировочные суточный то есть для этого должна быть выделена отдельная государственная программа достаточно финансирования одно дело когда я сам себя условно говоря на собственное средство проводил сам себя командировал нам на за рубеж и проводил эти исследования зная европейские языки а другое дело когда вы если мы намерены очень плотно в таком в количественными качественном отношении очень массово изучать архивы библиотеки ближнего востока на предмет обнаружения массива арабских персидских карт в целом как других ближневосточных государств и народов то это требует очень большого финансирования я бы я бы сказал что даже это финансировать эти исследования если бы они государства когда-то бы открыл основной призыв они требуют действительно большого финансирования но здесь было просто не просто мое желание понимаете провести эти исследования и завершить их логически изданием вот сейчас вот однотомного издания и плюс сейчас министерство науки министерство культуры и спорта включила издание будущее семитомное издание уже формате а2 в свой план я надеюсь она свое обещание сдержит и мы издадим вот эти полу свыше полутора тысяч карт казахского государства большим семитомным изданием и впервые в нашей истории мы издадим формате а2 а формата 2 когда вы открываете будет формат 1 то есть наши мы кроме туда мои коллеги смогут без привлечения того увеличение так далее вполне комфортно зрительно визуально исследовать эти карты мы будем надеяться тем не менее заложенный вами такой труд дает целое направление для дальнейшего исследования очень важного для нашего государства то есть именно на таком высшем государственном уровне я думаю продолжить его и изучить уже поднять тот пласт карт которые существуют сохранились возможно на ближнем востоке а дальше я думаю почему бы и не обратиться к архивам и коллекциям китайской народной республики где скорее всего тоже возможно есть какие-то карты в которых упоминаются и наша страна наш народ как вы думаете по китайским источником картографическом я знаю есть наши коллеги которые работают точечно уже исследуют это удел и такая знаете направление которым должны заниматься конечно сугубо китаисты почему потому что карты тем более на не на современном китайском языке для этого этим должны заниматься те кто владеет стой профессиональной синологи я повторяю что я знаю что есть исследователи которые точно занимаются вот теми или отдельными картами и так далее но европейский массив карт и американский массив на этом не заканчивается я продолжаю если это огромные в количественном и качественном отношении карты который предстоит очень системно очень знаете глубоко последовательно изучать и вот один из кстати таких результатов о котором мы с вами перед встречей говорили да да эта фигура арусултан 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 несколько слов пожалуйста да я вот хочу они рассказать опубликована моя научная статья конечно это гипотеза но я о ней буду говорить как о свершившемся скажем так то есть факте в котором у меня нет никаких сомнений объясню когда я работал над исследуя карту энтони дженкинсона которых словос надо сказать она сохранилась всего в одном экземпляре потому что по словам нашей польской коллеги которая и нашла эту карту и сохранила ее во врославском университете профессор шикула она пишет о том что эту карту было издав 25 экземпляров лондоне это не дженкинсона я напомню это английский посол посол английской короны елизаветы 1 который был 15 лет на территории казахского государства изучал то есть 1557 по 1572 год он здесь был многократно соответственно вы можете же понимать а нужно здесь важный момент сказать что до него английские следователи которые приходили сюда они к сожалению погибли почему потому что они заручились поддержкой энтони дженкинсон во-первых дипломат до мозга костей он берет до казани значит гарантии безопасности личная от ивана грозного более того чтобы заслужить его лояльность и какие-то интересы чтобы совпадали они организуют московскую торговую компанию так называем узкови trade company так это была английская компания русско английская компания к целью которой было расширение торговли между московией московским государством и английским и англии да она просто существовала в своем вот таком виде до 1698 года так вот энтони дженкинсон дипломат до мозга костей он значит до казани берет охранные грамоты ивана грозного а после казани уже на тот момент в эти годы наступает идет правление хак назар хана чтобы мы с вами знаем что хак назар хан года жизни 509 1580 год он правил достаточно долго казахским государством и на его период правления приходится расцвет казахского государства примеру те же российские русские историки своих летописях или к примеру русский посол мальцев или к примеру в русском источнике рычкова до история он был он пишет о том что как назар хан до того пришел в усилование этого цитата фраза усилование за счет стал сильным мощным что подчинил себе значит казани башкирию подчинил себе бухарию и хиву и что стал собирать значит систему налога обложения его было достаточно жесткой и влияние его распространилась то есть нужно понимать что на таких огромных пространствах на тот момент казахского государства без поддержки или покровительства охранный грамот хак назара это не дженкинса не смог бы работать просто-напросто вы понимаете что приплут современный кастат прибудет посол согласно протоколу даже если он прибывает частые визиты например просто приехал отдохнуть ему прилагается охрана потому что интересы посла другого государства это обеспечение безопасности это обязанность точнее принимающего государства конечно да а уж то время представители далекой англии христианской англии в исламского государства казахского государства его фигура но точно не могла пройти незамеченной поэтому мне честно говоря смешно читать что некоторые наши коллеги горта никогда не в казахском это смешно он дошел до бухары так он был здесь многократно он оставил после бы ценные записи в том числе на это единственное сохранившиеся в единственном экземпляре карты которые кстати были переведены все но и большое количество по государством центральной азии текстовых картушей картуши это такие блоки в которых заключены надписи на карта да именно посвящены казахскому государству и вот когда я и самое главное эта карта настолько или мощно иллюстрирована настолько в подробностях казахский быт его экономическая система сельскохозяйственная военная система что когда я начал с этой карты работать у меня была устойчивая такое такая мысль что кто-то из казахов ему ассистировал то есть при написании я тогда подумал что наверное кто-то из нашей высшей аристократии казахов или состоятельный казах того времени просто-напросто отправил вместе с это не дженкинсоном лондон наверное своего сына ну типа по своеобразный булашах до 16 века напоминаю 1550 557 году первый раз дженкинсом посещает казахское государство через до московское государство до пешим путем потому что англичане искали сухопутные пути в индию а сухопутные пути в индию неизбежно пролегает через кого через через казахстан либо через персию кстати 1572 году вот в своем последнем путешествие по территории казахского государства он ищет сухопутные пути в персию и вспышно их находит и далее дженкинсон начинает работать уже в интересах английской короны на территории персии так вот вращаясь казахстану я подозревал что кто-то помогает я у меня была такая была такое предположение что с ним был направлен какой-то молодой юноша или молодой мужчина в англии да но когда я до 1 начал дальше работать с источниками по этой карте я поразился в своем письме хаклюиду хаклюид это такой известный английский автор который написал история английской нации и навигации путешествий такую большую книгу он то пишет письме что прошу позаботиться в мое отсутствие о нашей девушке путешественницы здесь нужно сказать что в английском языке 16 века в н переводится там как не только она имеет около 80-80-10 значений и одно из значений путешественница ару султан я начал кто такая русла почему она и упоминает оказалось что ару султан это представительница по согласно моему предположению вы представьте есть его путешествия по казахскому государству периода правления хакмазара который подчинил себе близлежащие допустим бухарию хиву казани башкирию и так далее ну кого он пошлет естественно пошлет кого-то из ближайшего своего окружения ближайшего очень близко то есть есть такие вполне логичные вопросы они вполне уместны а может она была татарка может она была представителем но гайского роды примерно да вполне возможно но логически учитывая что хакмазар хан на тот момент починил себе эти регионы эти государства так в его моменты его правления период его правления казахское государство значительно усилилась соответственно но логически предположить что все-таки он делегировал в лондон своего представителя то есть казаха и так ару султан едет на мой взгляд с большой свитой так как дочь эти сведения пока еще нам неизвестно но я предполагаю исходя из имени ару султан дело в том что султан к женскому имени могли прибавлять только дочери жены матери царствующих особ на тот момент поэтому ясно что ару султан она принадлежит высшей правящей аристократии царствующей аристократии казахского государства стать вы вспомните да рабиа султан бегом до армии века родственница кирея и небе хана который похоронена чей мавзолей находится в современном городе туркистан казахстана да вот буквально слева если прямо смотрите на хазри султан до слева находится мозолей мозолей рабиа султан бегом или вспомним примеру под лук султан допустим до дочь казахских ханов допустим да и так далее то есть султан имелось имела такую второе имя прибавляется только повторяю к детям либо близким родственникам царствующие высшей аристократии казахов соответственно ару султан обратите внимание насколько хак назар был дальновидным он посылает и сесть то были не афишируемые переговоры и беседы это безусловно это даже не гипотеза я в этом абсолютно уверен английского посла дженкинс на встречи с хак назар хана и соответственно своих вот этих беседах переговоров т.д. он естественно передавал важную информацию о состоянии английского государства англии что на данный момент он представляет интерес и елизаветы 1 которая вошла в историю как елизавета первая девственница да и вот соответственно как назар принимает очень умное дальновидное решение кто может установить контакт лучший эффективный в интересах казахского государства с царствующей королевой естественная женщина соответственно посылает ару султан ару султан едет с большой свитой который предполагает там челядь прислугу охрану я уверен что будущие исследования в англии закрытых королевских архивах нам позволит пролить свет на это и так ару султан 1561 году прибывает с огромной так скажем делегация свитой в лондон как представитель казахского государства как дипломатический представитель казахского государства у нее был статус посла статус посла еще раз повторяю что таких пока вот на момент когда мы с вами говорим может будущем мы такие сведения найдем таких документов нет но сведения об ару султан они множественные они есть примеру в таком документе как харли ролл номер 18 на странице 5 английского королевского архива british library до британской библиотеки там хранится там четко написано что ару султан была знатной особой из ближайшего окружения елизавета первая это раз второе перечислено около 18 позиций когда королева елизавета первая одаривает представитель казахского государства значит вот 18 подарками в день когда она объявляет ее своей крестной дочери вы знаете что являлась традиции когда вы знаете в переписках не только в азии до между царствующими особами но в том числе и в европе когда один государь писал другому обращался к сыру как мой любимый сын мой дорогой брат или к примеру такие же обращения применялись к очень важным представителям других государств дипломатом соответственно вы можете это особое уважение да естественно как представитель высшей аристократии казахов ару султан несомненно владела кроме казахского языка чагатайскими языками как представитель как мусульманка она владела арабским языком как представитель царствующей высшей аристократии она владела фарси соответственно 1561 году когда она пребывает в лондон со своей свитой вместе дженкинс на вы знаете что таких особо одних не отпускают можете представить чтобы представители царского дома до казахов одну отправили далеку англию конечно же нет соответственно большие свет она пребывает и зная что несколько языков а нужно искать что елизавета первая сама была очень просвещенная женщина этого времени она владела фактически кроме латыни всеми европейскими языками поэтому когда в ее окружении пребывает с достаточно далекой страны представитель дипломатический представитель да это представляет интерес для всего английского двора и и регистрирует в качестве или такой интеллектуал до интеллектуал поле хорошо образованы соответственно нет сомнений то что за короткий срок она обучается овладевает английским языком иначе вы таких близких контактов как знатной дамы из ближайшего окружения советница по вопросам некоторым вопросам моды там одаривают ее титул даже фрейлина к примеру да в ряде источников быть не могло если это было бы не подготовленная плохо образованная особо да из казахского государства так вот продолжаем пору про ару султан ару султан прибывает за короткое время она достигает уважение соответствующего такого отношения к себе со стороны английской короны примером наша коллега английская бернадет андрея который является исследовательницы ислама вопроса феминизма при английском дворе она написала такую книгу как по исследованию елизавета 1 она пишет что несомненно ару султан была той которая привнесла моду на кожную обувь дело в том что английский двор и сама елизавета в то время носила обувь из ткани из бархата и кстати на портрете ару султана она сама ару султан одета в обувь из бархата украшена жемчугами это был подарок елизавета вообще подарок агресса с царского плеча одежды которые заказывают царствующие особо для себя одну дарят дипломатом либо просто людям которым не хотят показать знаки внимания выделить это было стандартной практикой соответственно вот королева елизавета часто одаривает ару султан да и более того к имени ару султан по прибытии прибавляется слова ипполита ипполита это царица мифологических амазонок до мифических амазон вы знаете европейской и английской мифологии амазонки это такое согласно их мифологии это женщины-воительницы из нации гипофагов галактопотов то есть вот конно-кочевой цивилизации который как раз таки казахской государстве принадлежит и вот приезжает женщина дипломатические представители из такого государства она естественно вводит в курс что дженкинсон ранее тоже вводит курс на своих картах что кстати дженкинсон пишет на карте казахского государства что в огромном количестве в казаки водится скот и кормят ячменем и так далее промышляют металлом ювелирные изделия которые сделаны казахами вызывает интерес торгуют замечательными травами корнями более того он дал такие устрашающие характеристики у казахской армии что казахи в бою очень решительно быстро принимает решение по отношению к врагам сметает как буре хотя есть и такие характеристики как сверх меры применяет экзорцизм женится на сколько угодно большом количестве жен является принадлежат нации гипофагов гипофаги те кто есть лошадей и галактопоты те кто пьет кобыли молоко также он свой пример на этой карте пишет что тумение нога и и казаки казах тарда из нации махометан принадлежат махометанцы мах махометанской расе нужно здесь подчеркнуть что в европе того времени слов мусульмане не было известно не применялось такое слово магометане мусульмане они применяли слова сарацин и потому что англиканская протестантская англия того времени или за периода елизаветы первой она не сталкивалась с мусульман с мусульманами сталкивалась либо крестоносцы которые сами выезжали на ближний восток либо арабские завоеватели которые через андалусию испанию до приходили завоеваниями в испанию того времени поэтому к чему это веду я веду тому что ару султан она не только первая первый казах первая казашка в лондоне до представитель дипломатически она не только представители первые тюркоязычных народов до из тюркоязычных народов но она первый зарегистрированный мусульманин лондоне потому что вторым официально зарегистрированным мусульманином является другой посол это посол марокканского королевства то есть королевство марокко аль-вахид аль-ан-нури спустя 39 лет я напоминаю 1561 год в 1600 году английские хроники говорят о том что вторым мусульманином лондоне при дворе елизавета является вот аль-ан-нури посол королевства марокко поэту после ару султан да ару султан это во всех отношениях очень интересная личность имя которой мы считаю что вернули в нашу историю так и я считаю что ару султан станет любимым именем среди наших девочек казахстана я считаю что это имя станет одним из брендов казахстана я считаю что по жизни биография ару султан будут написаны театральные постановки будут снять фильмы ношные фильмы сериалы я считаю что это готовый бренд для крупных фирм и так далее ну и нарочно не придумаешь такой красивый имя как ару очень красивый очень красивый в английских хрониках и пишут как аура султана но здесь сыграла наложение кали как случае джет жарга аура означает золото ее имя ару ару султана аура султана ипполита ли ару султана ипполита но мы понимаем что казахи не называли своих дочерей ипполита соответственно ару султана и ее имя ару султан это фигура которая требует внимания и изучения в изучении я вам хочу рассказать что ее портрет хранится в английском дворце хэмптон корт это на юго-западе современного лондона это два из крупнейших дворцов английской значит короны ее построил генрих 8 для своих дочерей для себя в 1557 году и фактически в совершенно новый дворец хэмптон корт заезжает в качестве представителя казахского государства ару султан и вот в комнате приемов где английские короли принимали в хэмптон корт это называется презент чемберс рум презент чем там прямо вот тюрнде на самом видном месте до сих пор вы умеете можете посмотреть фигуру портрет ару султана она одета в традиционные такой центрально азиатский казахский или платье или чапан или бешмет он украсит украшен традиционными мусульманскими казахскими растительными мотивами орнаментами до совершенно верно орнаментом узорами на голове и у нее салки ли с низ не спускающимся значит фатой в голове на голове я уже сказал салки ли ну как ее изобразил до салки ли как видел это английский художник на ногах у них как я уже говорил обувь из королевского бархата которые подарила королева елизавета в руках что удивительно ведь королева одарил ее титулом что я ваша крестная мать с этого момента до казахстан это очень высокий статус соответственно в качестве дипломатического компромисса что интересно она держит небольшой крестик на правой руке на указательном пальце вот так она не держит его на шее то есть когда не уважение в свое роды компромисс в интересах значит национальных казахских интересов в интересах дальнейшего англо-казахского скажем так сотрудничество того времени да она же не одела его на шею она держит в правой руке через и рядом она положила руку на оленя символа вот такое знаете воительницы охотницы амазона поэтому кратичной до аристократичности то есть на этом портрете ару султан все максимально символично нужно учитывать что художники средневеков позднего средневековья когда рисовали вот таких важных особ тем более приближены королевскому двору уж тем более представители других государств они были предельно насыщенность скрытой и символика символе понятно тому времени здесь нужно еще такой момент пояснить что вот сколько бы я не не видел портретов других дворцах да вообще в целом в английской живописи поверьте мне такой такого портрета вот в таком облачении именно вот так у ару султан вы не увидите более того у него глубокий вылез декольте и что интересно в иранских пабликах когда опубликовали этот портрет я прямо специально с интересом читал затем реакции какого было я книгу что нет это не персианка это абсолютно персианки вот так не одевалась да это абсолютно не этот ну некоторые говорят что да она там не похож на казашку что склонять тому что обязательно должны быть казашки бангалоидами ничего подобного вот мне тоже показали с лицей для черты лица у него как-то более европеоидный да и здесь я с вами согласен вы же знаете старую шутку о том что советское время если ленин нарисовал монгол или казах у них ленин выходил похожим на казах или монгола да поэтому естественно близкий художник того времени рисуя ару султан он рисовал так в антропологических чертах более знакомых и близких для него самого это первое вторая второй момент то что это войно почему бы и нет может она была очень таких я считаю казашек вот сейчас мы с вами выйдем на улицу светлокожих вполне таких европеоидных очень много у нас поэтому я здесь наверное готов подискутировать арбат но возвращаясь карусултан да я считаю что она войдет нашу историю из будет стоять в ряду таких великих женщин как томи рис как алия маншук более современных да но томи рис это все-таки сахский периода ару султан это однозначно отражение нашей уже казахского государства на представительница хак назара который был направлен нужно понимать как назар же очень амбициозный очень успешный правитель казахского государства соответственно он у него рождается амбициозные планы к нему приезжает английский посол да приезжает неоднократно четыре раза соответственно он наверное у него были планы сначала налажил англо-казахское сотрудничество затем возможно выйду и на более широком формате казахско-европейское сотрудничество более того ведь он понимал и дженкинс о своих разговорах наверняка говорил о том что англия того времени является передовой в технологиях судостроительстве в ряде других направлений как вы думаете это могло интересовать хак назара конечно конечно поэтому в качестве альтернативных источников поставок в том числе технологии вооружения вы знаете англичане позже очень часто приезжает казахское государство то я считаю что вот ару султан она выполняла очень важная миссия ару султан по согласно английским хроникам она умерла 1576 году по моим предположениям ей было либо 14 15 лет что маловероятно да на момент прибытия 1561 году по другим сведениям и было около 20 25 лет то есть на момент ее смерти если это данные точны а это английские хроники да потому что там все дает 1576 году вот в одну хрониках ей было не более 40 лет мы не знаем к сожалению сейчас пока где она захоронена вернули ли ее тело примеров казахское государство что маловероятно учитывая что путь сухопутный из англии до значит центральной азии достигал нескольких месяцев какова сложилась ее личная жизнь каковы были ли у нее дети к примеру да я уверен что эти документы мы рано или поздно откроем в английских королевских закрытых архивах это лишь вопрос времени и упорства интерес на моих коллег либо на втором этапе исследования если я найду финансирование мы обязательно этим вопросом займемся но я хочу сказать что она войдет в историю она уже вошла в историю в английских хрониках примеру королевский сапожник гарет джонсон и питер джонсон и его дядя они пишут о том что именно ару султан заказала для елизаветы обувь из кожи а так как кожа на тот момент к английскому двору поставлялась из испании мягкая кожа они пишут на манер значит заказала кожаную обувь из испанской кожи это раз более то спустя позже в 1564 году тот же королевских хрониках пишется что ару султана заказала обувь для себя и для королевы с каблуком то есть впервые в каблук к английскому двору вела имена ру султана она была законодательницы моды там это еще дворе дарит и дженет арнольд английская исследовательница пишет кстати этот факт регистрирует я как и жил бернадет андрея андрея и у дженет арнольд есть так 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 такой труд как гардероб елизаветы 1 разблокирован и там она описывает в гардеробе она ссылается сама на хронике и говорит о том что каблук как часть обуви именно вела ару султан то есть вы знаете что в конно-кочевой цивилизации каблук неотъемлемая часть вашей обуви почему потому что он позволяет вам уверенно держаться в стреминах да соответственно ас соответственно вот как представитель нашей цивилизации до конной кочевой цивилизации она вводит моду именно на кожную обувь более практичную и на обувь с каблуком повторяю это не мухает ардагир сантазаровой я вам лишь цитирую хроники и те исследования наших коллег из англии которым этим вопросом занимать слов сказать бердадет андрея она в корнольдском университете защитила именно по теме англия феминизм и женщины и ислам в англии вот позднего средневековья какие интересы это очень интересно и на самом деле вот почему ее называют знатной особой из ближайшего окружения из этой первой советницы или заветы я предполагаю что в том числе и не в том числе а наверное в первую очередь как все-таки она дипломат да она не могла вмешиваться там внутреннюю политику и так далее в том числе и в первую очередь наверное по вопросам вот такой моды да она привнесла и ее к английскому двору и то о чем я говорю кстати подтверждает всем что вот примеру если вы посмотрите на портрет ару султан она одета в подаренную повторяю уж третий раз об этом говорю в обувь который подарены елизаветы этот бархатная обувь абсолютно без каблука ну будем надеяться что вы продолжите свои исследования может быть даже найдете потомков ару султан возможно она оставила после себя какую-то династию который мы еще узнаем наверху возможно наука такая вещь она все она она по-хорошему непредсказуемая да и естественно что особо приближенная к королевской семье она наверное захоронена была в каком-то королевском кладбище или где-то что-то возле этого то есть все это вот ваш труд ваши исследования дают огромную почву для дальнейших исследований на этом я хотел бы закончить очень правда жалко расставаться но я думаю это начало наших встреч и мы еще с вами увидимся и вы расскажете нам более подробно о других элементах сторонах направлениях ваших исследований дорогой арман мой коллега я вас благодарю за приглашение и в конце я хочу завершить по так как мне постоянно пишут звонят где можно ознакомиться с этой книгой дорогие зрители я хочу сказать что с вот с этой книгой да она очень большая тяжелая с этими картами уникальными да европейскими американскими картами казахского государства я подарил эту книгу во все областные городские районы библиотеки казахстана а также национальной библиотеки города алматы и города астана поэтому и также во всей библиотеке всех областных городских университетов по всему казахстану поэтому обязательно спрашивайте знакомьтесь читайте делитесь потому что это наша с вами общая история история казахской государственности в картах которые запечатлено европейских картах 15 19 веков большие спасибо